Но тут ему намекает на некоторые другие интересы умный Варис. И говорит, что я когда был маленький мальчик, еще до того, как меня почикали, я участвовал в труппе бродячих актеров. Меня там всему научили. Дело полезное. Там профессиональные лицемеры плохому не научат. Вот. И он прямо говорит, что вот я когда во ВГИКе учился, у меня мастер был. Он прямо говорит, что у всех людей в театре и в жизни свои роли. Я мастер над шептунами. Я обязан быть хитрым, низким, подлым, двуличным и незаметным. Я играю свою роль хорошо. А у вас, говорит, какая роль? А я, говорит, вырос среди солдат. Учитывая, сколько лет провел на войне, фактически я уже мертв. Поэтому мне, в общем, не страшно. Он говорит, очень жаль. И уходит. А потом поворачивается и говорит, а как насчет вашей дочки? Ее вам это совсем-совсем не жалко. Ей-то жизнь цену-то имеет. Она провела сколько лет на войне. Вот ты знаешь, я в таких случаях всегда вспоминаю идиотский фильм Патриот. Патриот. С нашим горячо любимым Мелом Гибсоном. Где ему Рональд Эммерих дал топор и сказал, ну, ты умеешь... Сделай что-нибудь ужасное. В луже кроет прыжки. Вылез к обалдевшим детям. И команды детям хорошие давал. Офицера от солдата отличишь. Брату оружие перезаряжай. Прекрасное кино. И был там замечательный момент. Про Патриота? Да. Болотный лис. Когда-то его играл Лесли Нильсон. В первой, так сказать, ипостаси. Он еще тогда не был таким. Не раскрылся как талант. Надо поговорить. И там какое-то заседание по борьбе с английским владычеством, где его спрашивают, а ты-то что? Он говорит, а я не могу. А как же принципы? А он отвечает, а я не могу позволить себе принципы. У меня шестеро детей. Вот вопрос. А ты вот можешь себе позволить принципы? Потому, что он явно себе сидит и позволяет. А на детей насрать, что ли? Вот у тебя две дочери. Там жена. Там сыновья. Что ты делаешь-то? Он, конечно, может позволить себе принципы, пока не в плену. Пока не в плену, конечно, может. А вот ты на кичи. И уже торг за жизнь твоих детей идет. А ты... Нет, я не такой. Ужасно. Но тут-то он все понял. Вдруг не до Старка. Он сам-то не соображает ни хера. Но ему умный варис говорит, что...